Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на странице проекта «Доступное право». Цель нашего проекта – ответить на интересующие вас вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и соблюдения ваших прав и свобод. Одним из самых часто задаваемых вопросов на сегодняшний день является вопрос о порядке подачи и рассмотрения обращений в органы внутренних дел, которые мы далее и рассмотрим. Для начала следует сказать, что работа с обращениями граждан регламентируется рядом документов, в числе которых, в первую очередь, Конституция Российской Федерации, Федеральные законы номер 59 ФЗ, номер 152 ФЗ, номер 3 ФЗ и другие. Подробно со списком документов по данной тематике вы можете ознакомиться на сайтах МВД России и его территориальных органов, официальном интернет-портале правовой информации «Право.Гоф.РУ», а также на информационных стендах зданий органов внутренних дел и помещениях для приема граждан. В МВД России действует специальная инструкция, которая регламентирует порядок работы с обращениями граждан в рамках ведомства, утвержденная приказом МВД России номер 707. Данный приказ зарегистрирован в Минюсте России. Особенностью здесь выступает то, что, согласно указу президента России номер 763, не подлежат применению и не могут использоваться при разрешении судебных споров ведомственные нормативные правовые акты в установленном порядке, не прошедшие государственную регистрацию в Минюсте России и которые не были опубликованы. Повторюсь, что данный нормативный правовой акт зарегистрирован в Минюсте 31 декабря 2013 года за номером 30957 и опубликован 17 января 2014 года в Российской газете. Осветим общее положение по порядку подачи и рассмотрения обращений. Согласно федеральному законодательству и инструкции, письменные обращения могут быть поданы в различные подразделения системы МВД России различными способами. Письмом по почте, через официальные сайты МВД России, а также территориальных органов, факсом, спецсвязью, через дежурную часть, на личном приеме и через почтовый ящик, установленный в круглосуточно доступных для граждан местах здания МВД России. Все обращения, поступившие в органы внутренних дел, подлежат обязательной регистрации в срок, не превышающих трех календарных дней со дня их поступления. В то же время жалобы на решение и действие бездействия органов внутренних дел и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления. Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его компетенцией, рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. Указанный срок исчисляется с даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты подписания окончательного ответа гражданину. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть рассмотрено в следующий за ним рабочий день. Отмечаю, что обращения, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу и должностного лица, членов его семьи, а также третьих лиц, не рассматриваются. В обращении следует изложить суть просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свобода и законные интересы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения обращения. Гражданин может представить к обращению документы и материалы, либо их копии. Результатами рассмотрения обращений, в том числе полученных в ходе приема граждан, являются письменные или направленные в форме электронного документа, либо устные данные на личном приеме ответ гражданину, по существу всех поставленных им вопросов. Следует особо отметить, что обращения, содержащие вопросы, решения которых не входят в компетенцию органов внутренних дел, в течение семи дней со дня регистрации, направляются в компетентный орган или должностному лицу для решения поставленных в обращении вопросов, о чем гражданин письменно уведомляется. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, не относящейся к компетенции МВД России, также направляется по компетенции в течение трех дней. Также обращаю внимание, что органами внутренних дел не рассматриваются обращения, в которых оспариваются судебные решения. Такие обращения будут направлены в течение семи дней обратно гражданину с указанием порядка обжалования. Хотелось бы сделать акцент на том, что гражданин может знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, не затрагивает права и свободы законной интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Зачастую граждане требуют предоставить им служебные документы с персональными данными других граждан, со сведениями ограниченного доступа, и в этом случае отказы органов внутренних дел являются правомерными. Гражданин может обжаловать принятое решение или действие без действия, подав жалобу в вышестоящий орган внутренних дел, а также в судебном порядке. Практика рассмотрения споров, касающихся рассмотрения органов внутренних дел обращений граждан, однозначно. Главенствующую роль в рассмотрении данной категории споров занимает вопрос о соблюдении сроков должностными лицами при рассмотрении обращений. Сроки четко регламентированы. В первую очередь, федеральным законом номер 59 ФЗ, инструкцию, утвержденной приказом МВД России номер 707. К примеру, Верховный суд Российской Федерации обратился гражданин с иском о признании недействующим пункта 91 вышеуказанной инструкции, который устанавливает 30-дневный срок для рассмотрения обращения. Ссылался он на то, что они противоречат статье 1 федерального закона номер 59 ФЗ и статье 121 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, который устанавливает трехдневный срок рассмотрения ходатайства по уголовному делу и пункту 124 инструкции номер 707. Они затрудняли ему доступ к правосудию. Суд сделал вывод, что доводы истца основаны на ошибочном толковании норм материального права, а инструкция утверждена компетентным органом в надлежащем порядке. Оспариваемые положения не противоречат нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, не нарушают права и законные интересы истца. Жалобы, поступившие в порядке статьи 124 УПК РФ, ходатайства по уголовным делам, находящимся в производстве органов предварительного следствия и дознания системы МВД России, например, об ознакомлении с заключением эксперта о приобщении доказательств о дополнительном допросе лиц, регистрируются и учитываются в порядке, установленном инструкцией, рассматриваются в соответствии с требованиями УПК и приобщаются к материалам уголовного дела. Отдельный порядок предусмотрен и к рассмотрению обращений, касающихся обжалования действий должностных лиц органов внутренних дел, по применению законодательства об административных правонарушениях, которые не могут быть предметом самостоятельного обжалования, а также обращений, касающихся процессуальных вопросов по делам административных правонарушениях, находящихся в производстве. Данная категория обращений рассматривается в соответствии с КОАП РФ. Немаловажным является вопрос о пересылке обращения другим компетентным органам государственной власти и должностным лицам для рассмотрения, а также направлении в нешестоящие подразделения по структуре. Данные действия являются мерой, необходимой для качественного рассмотрения обращения и решения соответствующего вопроса. Данная процедура предусмотрена частью 3 статьи 8 Федерального закона номер 59 ФЗ и в судах однозначно применяется как непротиворечащее законодательству. В данной ситуации необходимо помнить, что гражданин должен быть уведомлен о переадресации обращения. Одним из недавних примеров служит апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 25 октября 2017 года, в котором указано, что истец обратился к руководителю территориального органа МВД России с заявлением о предоставлении сведений о полученной информации в связи с проведением в отношении его оперативно-розыскных мероприятий. В рамках установленного срока истец получил ответ на свое обращение за подписью начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции данного органа, которым отказано в предоставлении указанных сведений. Истец полагал данный отказ незаконным, нарушающим его права и законные интересы. Также он считал, что ответ на обращение должен был дать непосредственно руководитель территориального органа, как руководитель подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Довод был правомерно отклонен, поскольку судом установлено соблюдение органов внутренних дел требований законодательства, которые мы с вами выше рассмотрели. Ответ на обращение истца данный полномоченным должностным лицом тероргана, установленный законом срок соблюдением порядка рассмотрения указанного обращения. В законах оснований для предоставления исту дел оперативной разработки не имелось, поскольку он не относится к категории лиц, который в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона номер 144 ФЗ вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, указанные сведения. Если у вас остались вопросы по данной или любой другой тематике, касающихся деятельности органов внутренних дел и ваших прав, присылайте их на электронную почту правового управления мы с радостью на них ответим. Однако в случае, если вам необходима юридическая помощь, вы можете направить обращение в соответствующий орган государственной власти согласно Федеральному закону номер 59 ФЗ. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok